Здравствуйте! С вами Александр Антипов, ваш бессменный ведущий самых жарких новостей по информационной безопасности. Далее в выпуске. Злоумышленники подменили сим-карты знаменитостей и украли 100 миллионов долларов. Настоящий киберпреступный синдикат. Над атакой SolarWind работали более тысячи киберпреступников. Телеграмм клал болт на вашу конфиденциальность. Спецслужбы всегда прочитают вашу переписку. Северокорейские киберпреступники продолжают трудиться на благо Родины. Подробности в нашей рубрике ТОП-инцидент. И, конечно же, конкурс с призовым фондом 100 тысяч рублей. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Европол арестовал 10 киберпреступников в Великобритании, Бельгии и на Мальте. Их обвиняют во взломе мобильных телефонов звезд спорта, знаменитостей и музыкантов с целью кражи личной информации и кибервалюты. Киберпреступники похитили более 100 миллионов долларов с помощью методики подмены сим-карт. Сим-сваппинг. Данная методика подразумевает деактивацию сим-карты мобильного телефона жертвы путем обмана телефонной кампании или использования подкупленного инсайдера, чтобы номер телефона можно было перенести на другую карту под контролем киберпреступников. Получив доступ к телефону, злоумышленникам без труда удалось получить контроль над приложениями и учетными записями жертвы, сбросив код доступа, полученный в SMS-сообщении. Злоумышленники похитили денежные средства, криптовалюту и личную информацию, в том числе и личные контакты звезд и фотографий. Конечно, знаменитости очень сильно отличаются от простых смертных и представляют лакомую добычу для злоумышленников. Поэтому все советы по защите мобильного телефона, которые вы слышали раньше, для публичных личностей не работают. Количество векторов атак огромное и самостоятельно разобраться в них звездатели экрана или спорта не способны. Единственным выходом данной ситуации является помощь собственного ИБ-эксперта. Как в 90-е годы у каждого бизнесмена был собственный телохранитель, так в нынешних реалиях звезде необходим собственный ИБ-помощник. Причем выбор адекватных специалистов существенно ограничен, так как бывший сотрудник спецслужб или киберпреступник не сможет справиться с подобной задачей. Поэтому сегодняшний выпуск я посвящаю Дню Защитника Киберотечества. Далее речь пойдет о расследовании крупнейшей в истории кибератаки на клиентов компании SolarWinds. Microsoft опубликовала анализ взлома компьютерных систем, пострадавших в результате кибератаки. По данным экспертов, в разработке вредоносного кода участвовало более тысячи киберпреступников. В общей сложности злоумышленники переписали более 4000 строк кода Orion, которые легли в основу кибератаки. Президент Microsoft Брэд Смит назвал данный инцидент самой крупной и заощренной кибератакой, которую когда-либо видел весь мир. Обалдеть! На что способна армия, состоящая из тысячи киберпреступников? Настоящий синдикат, способный уничтожить весь мир? Большинство компаний просто беззащитны, если подвергнутся атаке подобной группировки. На рынке не существует адекватных защитных решений для небольших компаний, способных хоть как-то сопротивляться подобным атакам. Единственное, что пока злоумышленники не научились делать удаленно, расшифровывать данные и получать доступ к изолированным системам. Поэтому вам два способа защиты от подобных кибератак. Шифруйте критические данные и создавайте изолированные резервные копии. На этой неделе вышел целый ряд новостей, посвященных проблемам защищенности известных мессенджеров. И тут без болта положенного на нашу конфиденциальность не обошлось. Уязвимость Telegram позволяла злоумышленникам получать доступ к сообщениям, фотографиям и видео в секретных чатах пользователя. Уязвимость связана с функцией секретного чата и с обработкой анимированных стикеров приложением. Атакующий может отправить измененный стикер ничего не подозревающему пользователю и получить доступ к его сообщениям, фотографиям и видео как в обычных, так и секретных чатах. Что-то я стремаюсь пользоваться в следующий раз анимированными стикерами. Стоит отметить, что это уже вторая проблема за месяц, обнаруженная в секретных чатах Telegram. На прошлой неделе была обнаружена уязвимость версии программы для macOS, нарушающая конфиденциальность пользователей. Ее эксплуатация позволяла получить доступ к самоуничтожающимся аудио- и видеосообщениям спустя долгое время после их исчезновения из секретных чатов. Я же вам говорил, говорил, нельзя доверять секретным чатам! Третья новость касается еще одного популярного защищенного мессенджера Signal. Или Signal, какая разница? Так оказалось, ФБР располагает инструментов, способных извлекать сообщения мессенджера Signal из заблокированного iPhone. На этой неделе были обнародованы судебные документы по делу о торговле оружием в Нью-Йорке. В документах представлены скриншоты сообщений из мессенджера Signal, которым обменивались подозреваемые во время преступной деятельности. Когда пользователи заводят секретные чаты, они рассчитывают на повышенную конфиденциальность. И специально используют функцию самоуничтожающихся сообщений, чтобы не оставлять следов. Тем не менее, даже самые защищенные мессенджеры могут задержать вязвимости, которые скомпрометируют секретную переписку. Напомню, что WhatsApp ввела недавно неоднозначные изменения в политику конфиденциальности мессенджера. Это заставило недовольных пользователей искать альтернативные средства обмена сообщениями, уважающие их конфиденциальность. Специально для вас на сайте мы недавно опубликовали обзор альтернативных мессенджеров, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. Еженедельно на сайте securitylab.ru мы публикуем обзор самых интересных инцидентов по информационной безопасности. Пока вы смотрите видосики на YouTube, северокорейские хакеры продолжают трудиться на благо Родины. 17 февраля Министерство юстиции США обвинило трех киберпреступников из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в которой было украдено более миллиарда долларов, в том числе в криптовалюте. По версии прокурора Демерса, обвиняемый работает на военную разведку Северной Кореи. Непонятно, как спецслужбы США смогли узнать подробные личности киберпреступников в такой закрытой стране, как Северная Корея. Скорее всего, информация также была получена в результате ответной кибератаки. Вдумайтесь в эти цифры, всего трое киберпреступников из многотысячной армии в Северной Корее смогли украсть более миллиарда долларов. Чуть позже спецслужбы сообщили, что северокорейские киберпреступники смогли украсть у южнокорейских компаний более двух миллиардов долларов в результате взлома и вымогательства. Вас, наверное, интересует, как дела у Дениса Батронкова, взломать мозг которого – дело принципа каждого жителя Северной Кореи. А сейчас мы ему позвоним и узнаем. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Саша. Ты ко мне завтра в гости придешь? Да. А что тебе вкусного приготовить? Феширак, корейскую морковь и кимчи. Ладно. А ты будешь участвовать в конкурсе? А что за конкурс? Вы ждали конкурс? Сейчас я вам расскажу про офигительный конкурс. Я и наша команда хотим сделать эти выпуски еще лучше. Поэтому мы предлагаем вам, нашим зрителям, заполнить специальный опросник, ссылку на который вы найдете под этим видео. Первые 100 зрителей получат подарочные сертификаты в интернет-магазине Озон на 1000 рублей. Давайте делать мир информационной безопасности интереснее. С вами был Александр Антипов. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и никогда, никому, ни за что не позволяйте класть болт на вашу конфиденциальность. Я и наша команда хотим сделать выпуски еще лучше. Обалдеть! Сно миллионов долларов! Каждый мужчина первое слово, которое должен выучить. Какое слово должно выучить каждая женщина? Вырезать надо, Тань. Да куда поставим деньги? Толфу должен. Саша, выскажай мне, коротко. Далее в выпуске. Он издевается точно. Телеграмм клау-бол. Телеграмм клау-бол. Моторы сказали, идиот, две секунды прошло. Да мне не нравится слово хацкера. Тихо, Денис звонит, Денис звонит. Ну а самым интересным, сам в целом, в выпуске. Сейчас. Лунтик, уйди, пожалуйста. Тань, забери, пожалуйста, Лунтика. Он меня отвлекает нереально. Тань! Конечно, конечно, да мне это слово не нравится. Очевидно, очевидно. Потому что что? Я сразу думаю, что это украинский язык. Злоумышленники похитили деньги, злоумышленники похитили денежные средства, криптовалюту. Президент Microsoft Брэд Смит назвал данный инцидент самым крупным, извращенным. Да вы мне сами. Обалдеть! На что способна армия, состоящая из тысячи киберпреступников? Настоящий синдикат, способный уничтожить весь мир. Мы откроем его и разольем в рюмочке. Сейчас я вам расскажу. Офигительный конкурс. Офигительный. 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 Стоит отметить. Стоит отметить. Стоит отметить. Рождение! С днем рождения! С днем рождения! У-у-у!